Добрый день! Сегодня я ведущий телепередачи под названием «По беспределам». У нас сегодня в студии Дмитрий Чимпоеш. Сегодня расскажем о выпивающей ситуации, которая случилась 25 марта в городе Бессарабка. Господин Чимпоеш. Добрый день. Расскажите, что у вас случилось. Давайте начнем с темы. Расскажите, чем вы занимаетесь вообще? Я председатель молодежной организации из города Басарабяска «Фидбэк». Я собрался в премарию для того, чтобы зарегистрировать запрос. Мы запрашиваем у примара помощь для одной женщины, которая слабовидящая, человек с ограниченной возможностями, и у нее была задолженность на газ. Я пришел в премарию, где я зашел к секретарю, подаю письмо, наш запрос в двух экземплярах, чтобы она мне зарегистрировала, к секретарю. Она берет, ознакомливается с ним и говорит мне, что данная женщина уже обращалась к ним. Но я сказал, она также обратилась и к нам. И мы от имени организации обращаемся к нему. Ты как, можно сказать, что ты работаешь в этой организации? Ты пошел, чтобы просто помочь ей? Естественно. Это ваша обязанность входит? Ну, как бы так, да. И ты пошел в премарию? Это было 25 марта? 25 марта в 10 часов. Да, хорошо. Ты пошел туда и составлял это все? Лично я. Лично ты составлял? Да, это было 24 числа, я лично написал это письмо и на следующий день пошел в премарию, чтобы зарегистрировать. И что там случилось? Случилось то, что я подаю заявление секретарю, секретарь прочитала, примар сидел напротив и просит заявление. Он прочел ее и подает обратно секретарю, где говорит не регистрировать. Я, обратившись в секретарю, ты обязан зарегистрировать. И отсюда пошел негатив примара. Он встал и начал угрожать мне тем, что почему ты тыкаешь. Я обратился к секретарю, а не к примару. И пошла угроза. Я понял. Можешь сказать? Вообще этого примара как зовут? Валентин Владимирович. Фамилия? Чемпээш. Как и у тебя? Да. А почему так? То есть у вас какие-то такие совпадения? Как это так получилось? Ну, фамильцы. Ага. Хорошо. Расскажите тогда про то, у вас есть град инвалидности? Да. Он знает об этом? Естественно. Какая у вас? Можете рассказать более подробно? Ну, я инвалид второй группы. Человек с ограниченной возможностями, так как со мной много чего приключилось, поэтому мне сделали операцию. Но он знает об этом? Да. То есть мэр знает об этом? Прекрасно знает. И он, то есть, так как знал, он смог себе позволить поднять руку на вас? Да. Видимо, да. Он поднял руку, тем самым начал угрожать мне еще. Он меня дважды ударил, один раз кулаком в живот и потом еще по голове. Это вообще как было? То есть он сказал, что ты что-то тыкаешь на меня? Да. Ребят, подождите. Давайте, чтобы вы понимали вообще всю ситуацию, мы попросим нашу студию поставить этот ролик, чтобы вы поняли, почему мы так и говорим. Прошу поставить этот видео. Ты кому тыкаешь? Ты кому тыкаешь? Ты кому тыкаешь сейчас? Я тыкал. Ты что сейчас кому ты тыкал? Ты кому тыкнул? Я не тыкал. А? Я не тыкал. Не тыкал? Еще раз в мою сторону только слово скажешь, горбатый. Ребят, привет. Я тебе сказал. На своем уме Я тебе сейчас такое умы сделаю Знаешь сколько тебе лет? Знаешь сколько тебе лет? Знаешь сколько тебе лет? Знаешь сколько тебе лет? Сиди, мои несчастья Я как двину раз, брат, здесь Оставься лежать Согнуйся руки Сейчас Разговаривай Это я увижу где то В мою сторону в базе Будет написано хоть раз Моя семья будет затронута Или я Я тебе предупреждаю в последний раз И своим передай Я вам и Михаилу Тилу, и Никите передайте Каждого буду вас заплавить Каждого вы все будете отвечать за свои слова Ты понял? Не понял? Спрашивай смотри Все иди отсюда Я тебе могу сказать Я тебе могу сказать Я тебе могу сказать Дур' заставь Я тебе могу сказать Удали, говорю. Отдал телефон. А что тут? Ничего нет. Удали, говорю. Где там ничего нет? Что там? Удали, говорю. Что удали? Телефон не получится. А что удали? Дай сюда. Запись его. Какую запись? Юля, дай сюда. Юля. Нету вот ничего. Нету там ничего, дай сюда. Вот, пусто. Все, теперь пошел. Ребята, смотрите. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать сейчас в прямом эфире, в комментариях. Мы на них ответим. Так вы видео посмотрели. Какое-то, не знаю, мнение себе составили. То есть у нас Дмитрий пошел в примарию, хотел там подать какие-то документы. И можно понять, что по аудио с ним общался как минимум мэр. Хотя еще Дмитрий обвиняет мэра, что он на него напал. Но это тоже можно понять. По аудио что-то есть, что-то типа такого там есть. К тому же, как мэр общается с гражданином, когда он говорит, ты кому тыкаешь, знаешь, сколько тебе лет ты, как двину тебя раз, здесь останешься лежать. Я тебя сейчас научу разговаривать. Каждого буду вас ловить. Тут уже угроза уходит. Идут со стороны мэра. Прямая угроза была, когда я собирался уходить с примарии. Подожди. Хорошо. Да, вы мнение себе составили. Дмитрий, скажи, почему в ТВВ адрес такая агрессия со стороны мэра? Сказать честно, такая агрессия уже как два года в мой адрес идет. Причину я не знаю. Но могу с уверенностью сказать, что каждый раз, где меня бы не видел примар, он провоцирует, а именно, говорит в мой адрес то маты, то что-то еще. Есть десятки свидетель, тому, который сами слышат, которые шли со мной вместе, мы шли неважно куда. И сам примар, публичное лицо обращается ко мне и начинает тыкать или еще угрожать. Были такие. Но на тот момент я не включал диктофон, потому что я не знал, что такое может произойти, тем более на улице в публичном месте. Ребята, что вы понимали, город называется Бессарабка, как я говорил, он находится где-то 100 километров от Кишинева, то есть не так уж и далеко. А Беспредел там и до сих пор как в 90-е сейчас продолжается, я бы сказала. Это просто ужас, потому что в 2020-22 году, чтобы такое было у нас, не знаю, в Молдове вообще, когда, я не знаю, какой уровень, куда мы вообще двинемся, если будем так продолжать. Это надо освещать, я прошу всех, кто сейчас смотрит, чтобы они делились данным стримом, стримом, можно сказать, данным прямым эфиром, чтобы как можно больше этого увидели. И может, чтобы ты дошла даже до прокуратуры, потому что, так как это сейчас, там, я бы сказала, что город маленький, да, Бессарабка, но хочется, чтобы прокуратура тоже взялись за это дело, и чтобы это так просто не оставили. Хорошо, давай сейчас скажем, ты пошел подавать заявление, да, и потом он начал, ему что-то, а почему не понравилось, почему ему, почему он сказал, что не принимаем? Я сказать честно не знаю. Видимо, он сочет, что я сказал, что ему было адресовано, по факту, я бы сказал, ты обязана зарегистрировать, вот мои прямые слова, ты обязана зарегистрировать, но это было адресовано секретарю, а не ему. Даже если это было ему адресовано, это не, ничего, то есть, это ему не дает право так общаться с гражданилом, то есть, ты это нормально, что, почему он должен с вами на вы общаться? Только из-за уважения, как будто он, не знаю, а вы вот, когда вот говорите, типа, мы тебя найдем, либо, как там вы еще говорили, каждому, каждого буду вас ловить, это как понять вообще? И еще там слышно, как он, то есть, говорит, вот, то есть, он забрал телефон у парня, он говорит, что типа, удали, удали, он, не знаю, он понял, что там идет аудиозапись, либо видео, и потом телефон не получит, это как понять, то есть, ты украл, можно сказать, уже, да, он засунул руку, это, в штаны, да, мой карман, взял телефон, и при этом держав меня за горло, при стене, и не хотел отпускать, и держал телефон, и как там было слышно, что он не получит телефон, а вообще там еще было женщина? Да, там было два женщина, две женщины, две женщины, один секретарь, и там еще слышно, как одна женщина говорит ему, Валентин Владимирович, да, как она говорит на фоне, что успокойтесь, то есть, там какая-то драка, я могу себе, ну, не знаю, представить, что она реально была, потому что, если бы там не было такого, я не думаю, что просто девушка со стороны сказала бы, что успокойтесь. Позор чемпоешь, возможно, вот я сейчас читаю комментарии, если что-то пишите, будем отвечать на них, по мере возможности. Хорошо, продолжай. И вот эта девочка, которая отталкивала, она работница дома культуры, просто попала так, что я прихожу, и она там, и примарь, и секретарь. И когда все это происходило, я перед тем, как забрал заявление, заявление все-таки зарегистрировали. Подожди, на тебе можно сказать, вот ты хотел заявление, он сказал, мы от него не принимаем, потом он подошел к тебе. Он подошел ко мне, а секретарь в это время уже регистрировал. Хорошо, он подошел к тебе, его сразу ударило, как понятно? Нет, он схватил меня за куртку и начал угрожать. хорошо, а те две, можно сказать, что они свидетели? Они свидетели, они все это видели. А там, кстати, камер нет внутри, не знаешь? Вряд ли. Вряд ли. Хорошо, они смотрели, как тебя, можно сказать, на тебя нападают. Абсолютно верно, они сами в шоке. И просто, а кто сказал, вот ты их знаешь, вообще этих девушек? Я их прекрасно знаю, поэтому я и сказал. И кто из них сказал успокойтесь вообще? Сказала женщина, которая работает в Дома культуры. Юлия. Юлия. Хорошо. Хорошо, он на тебя напал, ну, можно сказать, ударил. После этого ты, он схватил мой телефон с кармана. Да. И потом, как он понял, что вообще ты что-то записываешь? Потому что, когда я собирался уходить, я вытащил телефон, и он увидел это. Ты вытащил телефон, чтобы было лучше слышно, я думаю. Получается, да. Да. Хорошо, ты вытащил телефон. Я специально вытащил, чтобы при выходе как раз это закрыть дверь, и все было закрыто, чтобы на этом все закончилось. Потому что и так плохо слышно, когда телефон в кармане. Ребята, вы теперь понимаете, когда вот идешь куда-то, не знаю, в Фримариев, к полицию, когда с кем-то общаетесь, даже с каким-то человеком с улицы, лучше все записывать на телефон и лучше вообще видео делать. Хотя они могут сказать, не снимай меня, ты не имеешь права, я тебе не даю разрешения, такого нету. Если ты в публичном месте, тебя они имеют права снимать. Ну, я бы сказал так, если бы я даже пошел туда с видеокамерой, я знаю, что я имею право снимать, потому что там публичное место. Ну, понимаешь, данный Примар считает, что если он старше тебя, то ему все дозволено, и кто ты вообще на данном месте, чтобы ты его вообще как-то снимал? Получается так. И чтобы ты на него тыкал, понимаешь? Он же такой большой, а ты такой маленький, чтобы ты тыкал на него. Какое его уважение вообще? Он бы хотя бы уточнил бы, тыкал я ему или секретарю, что и не было сделано. Сразу угроза пошла. Да. Я читаю сейчас комментарии, как будто вопросов пока нет у нас. Хорошо. Продолжим. Значит, он, хорошо, как он тебя ударил пару раз? В живот? Да. Почему он успокоился вообще после этого? Почему он не продолжал? Он меня удерживал, он удерживал меня, придержав к стене, из-за горла. При этом, та женщина, вот эта Юлия, она взяла телефон у него с руки, и там отчетливо слышно, что там никакой аудиозаписи нет. Да. Потому что она смотрела. Она смотрела в телефон. Да. А представьте себе, если бы там, то есть она увидела, что идет аудиозапись, они вообще, возможно, телефон бы не вернули парню. И парень был сам. Вы представляете себе, то есть там были две женщины, один мужчина, мэр, который должен вообще помогать гражданам, где-то, не знаю, сотрудничать с ними. Вообще, ну понимаете, что такое мэр вообще у нас в жизни? Мэр это необычный гражданин, как пример, как Дмитрий. Да, и он себе позволяет такой беспредел делать в посредине к гражданинам. Ну, по аудио, я просто, мы не тупые все, и давайте возьмем, посмотрим, как оно и есть. То есть реально есть доказательства, и там слышно, как это все делается, и он говорит, типа, я тебе, как он, дать я лучше процентрирую, телефон не получит. Это как понять? Ты то есть взял телефон не свой, это не твоя личная собственность, и ты ему еще не вернешь, это его телефон? Вообще, ты не имеешь права вообще копаться в нем, в этом телефоне, то что вообще его взять без разрешения. Вот это реально, я бы сказала, чтобы беспредел. И такое надо уже наказывать, то есть не просто смотреть на это. И, кстати, вот что самое ужасное у нас, Дмитрий, да, он инвалид второй степени, то есть у него есть... Вторая группа, да. Вторая группа, да. И мэр об этом знал. Он прекрасно знал об этом. Он даже, это и даже отчетливо видно, потому что у меня есть шрам. Да, у него шрам на голове. Я это сам увидел, и никому такое, конечно, не пожелаешь. И как мэр себе позволил вообще вот поступить к такому гражданину. К тому же он культурно общался с ним, и каких-то признаков агрессии там нету. И это просто ужасно, то, что случается. Я бы добавил, вот смотрите, некоторые спрашивают меня, почему я включил аудиозапись в этот момент. А я вам объясню. Да все потому, что я когда постоянно шел в премарию, на меня постоянно была агрессия и при этом нецензурные слова. Только я не регистрировал в тот момент и не снимал камеры. Если бы я пошел в этот день именно с камерой и с аудиозаписью, как я сделал, то он бы это знал, и он бы совсем по-другому вел себя. А тут я скрытно это сделал для того, чтобы самозащититься. Потому что я не знал. Да, не запаси себя. Конечно, я не знал, что со мной может произойти. Это правильно. Это так и должно быть. И поэтому он начал так себя вести, потому что он был уверен, что я не самозащищаюсь. Давайте мы все сейчас пару вопросов закроем. Многие могут спросить, а почему там только есть вырезка аудио, а не целиком. Может, типа Дмитрий поставил отрывок, который ему, не знаю, он показал то, что ему надо. На самом деле нам Дмитрий показал, у него есть весь отрывок, прямо 5-минутный, но мы решили его не выкладывать, потому что нет смысла слушать, как он заходит в здание, как он поднимается на лестнице. Я не вижу смысла. Там 2 минуты, как я иду. Я перед тем, как прийти в премарию, я запустил заранее эту аудиозапись и 2 минуты. Вот 2 минуты чисто ходьбы. И потом уже на 3-й минуты начала начинается вот эта вся шумиха. Ты можешь рассказать, данный мэр избивал тебя еще? Раньше, может? Ранее? Да. Нет, он угрожал. Именно угрожал. Но он не ударял, то есть не позволял себе что-то? Нет. Трогать у меня не позволял. Он просто угрожал, даже подходил близко и начинал угрожать. А мэр, вообще, твое мнение, не знаю, может ты видел, ты единственный, который вот так он агрессивный с тобой, то есть агрессивный скидл? я даже был свидетелем, когда он даже на советника тоже самое так. То есть мэр, можно сказать, что чуть не очень мы снимаем заседание городского совета и там было отчетливо видно, как примар огрызался на советника. И были другие, вот я даже приведу пример, он судился с одним пенсионером, представляете, пенсионер, который пришел на заседание городского совета, рассказал свое мнение и тут он узнает, что на него написано заявление в полицию за клевету. Подожди, хорошо. На тебя напали, они, то, что ты пришел с заявлением потом, как они зарегистрировали? Позже? Или как понять? Когда примар встал, чтобы начать мне это трогать и угрожать, секретарша в это время уже начала регистрировать. Но они зарегистрировали. Она зарегистрировала, дала мне бумагу. И бланк, то, что зарегистрировали. Хорошо. И ты, то есть тебе он оставил, то есть он уже отпустил тебя, больше не бил, и ты вышел. Телефон мне дала та девочка, потому что она поняла, что там нету ничего. Она мне дала, и он мне посылает, пошел вон отсюда. Хорошо. Это слышно, да? Это прекрасно слышно. Хорошо. Ты потом выходишь из здания. Я выхожу из здания и иду в полицию. Продолжай. Где я пришел в полицейский участок, и меня спрашивают, кто ты, что ты, и для чего. Я объяснил, что пришел написать заявление на примара за то, что со мной так произошло, и узнаю, что он уже написал заявление, позвонив 112. И как я понял, по словам полицейского, что на меня было написано заявление о том, что я клеветал и трогал примара, ударял его. Что является абсолютно полным абсурдом. Я его даже не трогал. Я его не обзывал. Ничего не сказал. Тут будет интересная ситуация. Знаете, в чем? И там есть два свидетеля, да? Мне интересно, какую сторону они примут. Потому что, если они начнут какую-то фальсификацию делать, то, что Дмитрий ударял примара, мэра, то это уже идет как уголовное дело. То есть, там идет уже фальсификация всего дела. И это будет и уже они как свидетели тоже могут уже пойти под этим делом. Ты когда пошел к полиции и ты тоже поставил, то есть вы протокол составили на него? Ты составил протокол на? За то, что на этот случай, что произошло. Написали заявление и сказали, подожди, с тобой свяжутся, дело передадут полицейскому, который свяжется, и ты придешь, чтобы обосновывать. Вообще твое мнение, как работают, это просто твое мнение, как работают полицейские там? Они будут засорены мэра? Признаться, я не знаю. Не знаешь? Не знаю. Но больше вероятно, что... А как ты считаешь, они вообще знакомы? Мэр всех полицейских там знает? Да. Ну, понятно. Какие-то доказательства он давал? Вот, к примеру, если он... Или как, он только по телефону? Он просто по телефону, как я понял, что я сказал. Хорошо. А тебе вообще показали, в чем тебя обвиняют? Нет. Вот именно мне ничего. Мне просто словесно сказали, что на меня уже написано заявление со стороны примара через 112. А заявление какое тебе не показали? Нет. Ну, вот интересно, конечно. То есть на человека есть заявление написано, но какое заявление он сам не знает и в чем, типа, их неумнение он нарушил, он тоже не знает. Это тоже неправильно, потому что ему хотя бы должны были рассказать это, объяснить. И хорошо, ты когда составил на мэра заявление, когда подал, ты написал, ты сказал, что ты можешь дать аудиозапись. Да. И они что сказали? Они сказали, пока мисс не надо, с тобой свяжутся и ты потом уже предоставишь материал. Они как зарегистрировали данное заявление? Записав заявление. Тебе есть номер какой-то? Дали? Нет. Мне номер ничего не дали, они сами писали, я потом просто прочел. А ты подписался, что ты расписался? Да. Хорошо. Мне вот интересно просто вот для меня, вот я просто точно уже знаю ответ. Ты когда подписывал заявление, данный протокол, да? Они тебе со своими правами сказали, какие у тебя есть права, какие обязанности, да? Да. Они мне это сказали. Они прямо разъяснили? Мне они разъяснили, тем самым, прочитав от А до Я, и я подписался. Вау. Ну ладно, тогда поменяй себе свое мнение. Хорошо, тогда давайте мы сейчас в студии позвоним данному мэру, спросим его комментарий, что он думает. Хотя, мне кажется, что он когда узнает, что он сейчас в прямом эфире, он просто у нас, не знаю, поставит трубку и скажет, что он не хочет общаться. Сейчас я поставлю. Что больше вероятно. Да. Алло, добрый день. Да, добрый. Господин мэр, меня зовут Лебеда Максим, я нахожусь на, вы сейчас в прямом эфире на телепередаче FSC TV Public Channel. К нам сейчас вот есть на телевидении, сейчас идет, ну то есть парень, Дмитрий его зовут, вы знаете, ко мне. Мы хотим попросить вас, чтобы вы прокомментировали данную ситуацию, что между вами случилось 25 числа. Значит, еще раз повторяю, потому что вы не первый, кто мне звонит, а если раз идет прямой эфир, то я вам повторюсь о прямом эфире, что для того, чтобы делать прямой эфир, вы должны были приглашать две стороны. Так. И свидетелей людей, которые были там. Это во-первых. Во-вторых, это раздутая ситуация людьми, которые сидят у нас в районе уже не первый раз. И жители города давно уже привыкли. А в-третьих, кто руководит этим мальчиком или ребенком, как о нем говорят, хотя я далеко считаю, что люди, которые уже в возрасте более 20 лет, это уже мужчины. Руководят люди, о которых есть много чего сказать. И чем они занимаются в городе. И как они относятся к молодежи в нашем городе. И как они этого мальчика настроили против меня. Если вы хотите услышать мое мнение, то возьмите, сделайте еще раз прямой эфир, чтобы присутствовали две стороны и свидетели, которые были в тот момент на месте и видели всю ситуацию. Давайте мы не будем сейчас в прямом эфире больше говорить. Я вам высказал, сказал уже, что я готов прийти и пусть этот ребенок, как вы его считаете, присутствует тоже на этом эфире. И я тогда скажу, что в реальности произошло и для чего его послали к нам в примарию. понимаете, у нас просто у него есть заказательство, которое там есть аудио, которое очень хорошо слышно, как вы просто с ним обращались. Вы считаете... Значит, вот этот мальчик, вы как его считаете, ребенком, мальчиком или мужчиной? Как вы его считаете? Понимаете, я не могу... Я хочу спросить, как вы его... Мы сейчас находимся в прямом эфире. Я хочу вас спросить, вы его считаете ребенком, вы его считаете мать юношей, либо вы его считаете мужчиной? Я его не имею права как-то считать, потому что он сам... Он сам пусть решает, как он есть. Значит, вы, наверное, возраст этого молодого человека, который сидит сейчас у вас на прямом эфире. Значит, и каждый человек должен отвечать за свои слова. И когда вот этот мальчик, юноша, как его считает, кто его поднаправил тогда в примарию на тот момент, говорит взрослому человеку, которому 50 лет, что он сука, он должен отвечать за каждое свое слово. Когда этот молодой человек, невоспитанный, ты к человеку, которому 50 лет, не вы, а ты, то этот человек невоспитанный. Вначале нужно пройти воспитание, воспитательный процесс, чтобы его научили, как обращаться к взрослым людям. А мэры, которые сегодня выбираются людьми, это, наверное, не люди последние в городах и селах. Это люди, которым доверили, доверил народ, чтобы они руководили городом. И когда вот эти дети, как сегодня некоторые тролли пишут, что был обижен ребенок мэром города, ведут себя неподобающе по отношению к взрослому человеку, то о чем мы можем дальше говорить? Хорошо, господин мэр. Это вы говорите сегодня о демократичности? Значит, любой, любой юноша может подойти к взрослому человеку, это пусть будет либо мужчина, либо женщина, облаять, послать, обозвать, тыкнуть ему, и он будет прав? Это для вас, когда получается, что демократия? Значит, я лично родился в Советском Союзе, повторяю вам, что я родился в Советском Союзе. Я благодарен той системе образования, которую я прошел. Меня воспитали родители, где я не позволял себе, взрослым людям, не тыкать, а тем более не называть их шуками. Я не позволял стоять рядом с родителями и тыкать взрослым, опять же, взрослым людям, как позволили ему, в свое время, где-то пару месяцев, тому назад, когда я обратился к его родителям, сказал, я говорю, вы знаете, сколько мне лет и сколько вашему сыну? Может, вы его поставите все же на место? Но никто на это не обратил внимания. Я больше не хочу, я сказал, если вы хотите услышать мое мнение, я хочу просто еще один вопрос задать, и все. Какое? Когда вы говорите, как двину тебе раз, и здесь останешься лежать, это нормально? От слов мэра такое слушать гражданину? Что еще раз повторить? Как двину тебе раз, здесь останешься держать? Так вы тогда, пусть он даст всю полную вам запись. У нас есть всю полную запись, то есть не переживайте, он вам показал. что у вас нету полной записи. Я вам еще раз повторю. А у вас она есть? Зачем мне запись? Так вы когда говорите, что вы когда обняете парня, что он на вас, не знаю, как-то вас опозвал, молодой человек, я вам еще раз повторю, что это конфликт не первый. Этот молодой человек, во первую очередь, не воспитанный, потому что он вел себя не первый раз. И это вас позволяет, чтобы вы на его, не знаю, ударяли, били его, да? Я еще раз говорю, я еще раз говорю, мне не позволено, и говорить тоже. То, что он может тыкал, это может, он не вам тыкал, понимаете? Вы сейчас... А вы слышите меня. Вы слышите меня, вы задали вопрос, то научитесь выслушивать. Вы, наверное, тоже молодой человек. Просто вы сейчас начинаете, вот, не знаю, обвинять парня, хотя у вас доказательств нету. Я думаю, что вы сейчас просто обвиняете и обманываете в этом все. Если вы решили, если вы решили услышать доказательства, пригласите меня на прямой эфир. Я сейчас вам задал вопрос. Почему вы себе, вот как мэр, вот почему тогда вы просто не покажете, как правильно надо относиться к... Хорошо, гражданин пошел, подошел к вам, да? Он тыкнул. Почему вот вы просто сказали, так не делай, так некрасиво? Почему вот просто... Не просто какой-то там, не знаю, не общались между вами? Почему вы ему не показали, как надо правильно общаться? А начали, вот, не знаю, вы ему начали говорить, ты кому тыкаешь, знаешь, сколько тебе лет ты, как двину тебя раз, и здесь останешься лежать. Я тебя сейчас научу разговаривать. Каждого буду вас ловить. Как это понять? Это уже угроза идет. Это полная угроза. У вас дети есть? И что? Если нету, что это доказывает? Если у меня нету дети, то это сразу... Я еще раз говорю, вы слушайте меня, я вас слушал и не перебивал. И слушаю. Я слушаю, да. И вам будут в социальных сетях писать, что ваших детей будут насиловать прямо на центральной площади города, вот тогда я с вами поговорю по-другому. Я вам говорю, вот эти пацаны молодые, которые писали в соцсетях, через роли, вы, наверное, всего не знаете, то, что происходит у нас в городе. И мне сейчас не надо меня учить, как мне разговаривают. Я уже на протяжении четырех лет воспитываю этого парня и объясняю ему, как нужно общаться с взрослым человеком. Но если этому парню не доходит, то пусть попробуйте вы его на прямом эфире воспитать. Я думаю, что, возможно, мы сделаем еще один прямой эфир и вас позовем. Возможно, сделайте прямой эфир, и тогда я вам принесу больше доказательств. Да, будет интересно посмотреть ваши доказательства. А можете мне объяснить, а когда вы взяли телефон и сказали, он его не получится обратно, это как понять? Вы хотите услышать мое мнение, пожалуйста, пригласите меня на прямой эфир. И не устраивайте клоунаду в прямом эфире. Клоунаду, когда вы взяли ваш телефон, то есть... Да, я считаю, что устроили клоунаду, потому что вы не хотите слышать мои доводы. Так я слушаю сейчас, у меня есть время. Давайте пообщаемся об этом. Давайте сейчас просто пообщаемся. Да не надо мне общаться... Ну, так какие доводы могут говорить, если вы сейчас просто... Я вижу, что вы просто вот сейчас кричите, кричите, а толком ничего... Вы слышите меня. Вы сейчас хотите просто, чтобы я бросил трубку и потом в прямом эфире доказывать всем людям, что я боюсь с вами общаться. Но вы не дождетесь еще раз... Нет, просто обидно, слышно. Я вам еще раз говорю. Для того, чтобы мне с вами общаться, мне нужно хотя бы вас видеть в глаза. А с человеком, который мне впервые в жизни позвонил на телефон и хочет услышать мое мнение о происходящем, я даже не представляю, как можно выразить свою точку... Вы просто не прокомментировали, почему вы не хотели возвратить ему телефон. Я вам еще раз говорю. Вы мне даете, чтобы я договорил... Вы мне не отвечаете на мой вопрос просто. Я еще раз спрашиваю. Вы что, задевайте, чтобы я положил трубку? Вас сейчас слышит вся страна, и не только. И я. Я думаю, что большая часть людей... Страна хочет узнать ответы на мои вопросы. А вы просто сейчас меняете тему. Назовите число, время и день, когда я должен приехать на прямой эфир. Вот сейчас в прямом эфире. И тогда я вам приду и отвечу на все вопросы. И приду со свидетелями, которые вам скажут... Два свидетеля, которые находились в этом... Две девочки, которые там были? Я еще раз говорю. Вы назовите мне час, вот сейчас в прямом эфире. Когда я должен приехать на прямой эфире. Ну, понимаете, это же невозможно. Откуда я знаю, кто? Что же это значит? Вот что вы мне задаете? Я вам задаю вопрос, который нас сейчас беспокоит. Почему вы взяли... Я еще раз говорю, я сейчас с кем разговариваю. Я сейчас с кем говорю. Так и мне может любой человек позвонить. Премьер-министр. Я понял, хорошо. Англии звонят, тролли. Тролли, да, конечно. Вы же знаете, что вы просто не правы в этом ситуации, поэтому не хотите отвечать сейчас. Я не прав. Ну, я так... Так давайте обсудим сейчас. Зачем мне с вами обсуждать? Я вам еще раз говорю. Пригласите меня на прямой эфире, я приду и вам... И будете обсуждать, задавать мне сколько вы хотите вопросов. Вы что решили? Сыграть в Клоунаду по Фейс ТВ? Клоунаду... Я вам еще раз задал, задайте мне вопрос в прямом эфире, когда я буду находиться на прямом эфире и с глазу на глаз с вами. И тогда можете задавать мне любой вопрос. Почему вы мне не даете, я начинаю вам говорить, что произошло, вы мне начинаете прерывать, задавать, непонятно. Почему вы просто сейчас вам тяжело ответить на мой вопрос? Молодой человек, я задал вам вопрос. Назовите мне день, число, время, когда я должен приехать на прямой эфир. Что-то изменится, если вы будете в студии и сейчас вы не в студии. Чтобы смотреть вам в глаза и отвечать на ваши вопросы. А зачем вам смотреть на мои глаза? Если хотите на мои глаза посмотреть, можете сейчас зайти прямо в прямом эфире на Фейс ТВ, посмотрите на Фейсбуке, посмотрите на мои глаза. Молодой человек, у вас точно такое же воспитание, как человек, сидящий у вас. А, ну почему? Значит, я с вами сейчас уважительно разговариваю. Видите, я не тыкаю. А я тоже с вами уважительно, но я вам говорю о том, что я вас не знаю, и вы мне звоните на прямом эфире. Ну и что? Я просто вам задаю пару вопросов, которые сейчас нам просто интересны. И, кстати, подождите, я вам позвонил специально, чтобы узнать это от вас. У вас есть возможность подумать, перезвонить мне, сказать, в какое время я могу быть у вас на прямом эфире и обсудить это все. Потому что вас слушаю не только я сейчас, а здесь слушают очень много людей, которые находятся возле меня. И вот они все тоже настаивают. Назовите время. Я понимаю, что вы просите. Я сказала, хорошо, давайте так. Мы вас позовем в прямом эфире, не проблема. Но мы просим сейчас, чтобы вы хотя бы какой-то комментарий с вашей стороны дали по этому поводу. Хотя бы минимум. Вы комментарий не дали. Я вас спросила в конце. Да. Я слушаю. Алло. Я слушаю вас. Когда вы поймете, что этот человек трогает мою семью, А чем он трогает? Когда этот человек оскорбляет в соцсетях моих детей, вот тогда я буду еще на что-то отвечать в прямом эфире через телефон. Каким образом? Сейчас мне не о чем с вами говорить. Я вам еще раз говорю. Назовите время. Когда я должен приехать на прямой эфир, чтобы я видел ваши глаза? Я сказал вам. Чтобы я видел ваши глаза. Если хотите мои глаза красиво увидеть, можете зайти прямо сейчас в Facebook. Я могу ответить на вопросы к человеку и посмотреть хотя бы, какого вы возраста. А что имеют? Вообще, какую роль играет мой возраст? Какую роль это играет? Мне тяжело говорить так с человеком, который... Просто сейчас идет... Мне интересны факты, понимаете? Мы сейчас спрашиваем. У нас есть свои доказательства. Поэтому мы вам специально позвонили, чтобы узнать ваши комментарии. Поэтому, чтобы не было такое, что я только с Дмитрием говорю, а вас вообще не позвонил, не спросил. Так некрасиво делать. Поэтому я вас позвонил и просто задаю вам вопросы. Поэтому... Вы сейчас ведете себя очень некрасиво. Я могу вам наперед сказать. Я вам еще раз говорю. Для того, чтобы вы услышали мои комментарии и ответы. Я готов приехать на прямой эфир и ответить на все ваши вопросы, которые у вас есть по отношению к моей личности. Я же не спрячусь. Я даже сейчас не пытаюсь бросить вам трубку. Я уверен, что человек, который... Так вы не то, что не пытаетесь бросить трубку. Вы просто переживаете. Ну, слушайте, вы научитесь слушать до конца. А вы мне не ответили на мой вопрос, который я вам задал. Я вам еще раз говорю. Пригласите меня на прямую эфир. Я вам отвечу. Что-то изменится. Что-то изменится, если вас пригласим, вы тут будете. Какая разница? Молодой человек, сколько вам лет? А что это имеет вообще смысла? Это имеет очень большое... Сколько вам лет? Понимаю. И если что, младше вас, то-то что? Вы ничего не понимаете. Я вам задал вопрос, сколько вам лет? Вам сколько лет? И научитесь меня в первую очередь разговаривать с розыгрышами. Вам сколько лет? Мне 50 лет. И я так думаю, что вы даже моложе моего сына по голосу так я слышу. Ну и что-то. Мне очень нравится, когда мне вообще делают еще молодым. Мне это очень нравится. И нам много демократии дают. Демократия? Да, конечно. С вами надо очень ругаться. Я вам могу сказать. Я вам могу сказать, что сильно много... Понимаете, вот я сейчас с вами общаюсь, и я не понимаю, что... Я вообще не понимаю, какой вообще должности вы как можете занять мэра там. Потому что мне ваше общение... Как вы можете общаться со мной? Вот вы меня не знаете, да? Вы меня вот тоже не слушаете. На мои вопросы вы тоже не ответили. Я сколько вам вопросов задал, вы мне ответ на мой вопрос не дали. Я вам задал пару вопросов, их мало. И просто мне надо конкретно, и все. Мы уже давно бы закончили данный вообще разговор. Вы хотите прийти в студию без проблем, и я вам позвоню позже. И скажу, вот когда вы можете прийти, это без проблем. Мы вас приглашаем, мы всех приглашаем людей. Но просто у нас сейчас есть вопросы, которые я хочу узнать, ответы. И все, мне больше ничего не надо. Когда у вас будет своя семья, и когда будут с вашей семьей трогать ваших детей, тогда я посмотрю... Сейчас я не трогаю, я не трогаю вашу семью. Значит, я вам еще раз говорю. Когда я буду, я вас прошу, как вы будете себя вести. Я надеюсь, что она у вас появится, эта семья, и появятся у вас дети. Господин мэр, а вы с Ионом Чебаном дружите вообще? Для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, я повторяю в последний раз, потому что у меня нет времени больше... Ну, вы не ответили на мой вопрос. Да, у меня, кстати, есть время на прямом эфире. Я могу, чтобы ответить на ваши вопросы, сделайте прямой эфир, пригласите меня как мэра на прямой эфир. И я отвечу вам на все ваши вопросы. Вам что вообще надо отправить? Лимузин, либо самолет? Дальше. Либо вертолет. Как лучше вообще вас вызвать сюда? Давайте так. Я ложу трубку. Да. Потому что я вижу, что... Ну, я тоже вижу, потому что я на свои вопросы вообще ответ от ваших... Образование... Ну, конечно. Если мое мнение не совпадает с вашим, то сразу образование ниже вашего, да? Я так понимаю. Просто у меня есть пару вопросов, на которые я ответы до сих пор не получу. А, ну, ладно, положил трубку. Сколько мы поговорили? 18 минут. Ну, короче, ребят, что я могу вам сказать? Ситуация, конечно, для меня смешная, потому что такого мэра я никому бы не пожелал. И, конечно, я, честно сказать вам, я с ним не хочу общаться. Я его даже в прямом эфире не позову, потому что для меня данный человек будет в чёрном списке. Если он на мои вопросы, вот вообще маленькие вопросы, там, в принципе, как он просто... Его слова я хотела услышать, почему он позволял себе такие слова, обращаться вообще в сторону гражданину. Потому что это не очень красиво, конечно. Он как мэр должен думать, с кем общается, как он общается. Даже если ему тыкнули где-то, он должен, не знаю, иметь какое-то уважение к себе, к своему делу, которое он делает. Но к тому же, когда мы слышим от Дмитрия, который у него, он и говорит, его ударяли, да, и мэр об этом знал. И он молчал. Ну, то есть он знал, и он продолжал ударять, к примеру, да, он вообще с агрессией к нему, в его сторону. Это неправильно. И он еще говорит, что вот мы старше него, то есть, хорошо, пусть будет, что Дима тыкал в мэра, да, ну тыкал, хорошо. Но это же не позволяет тебе, чтобы ты его ударял. Ну, это никому не дает права такое делать. Интересный, конечно, мэр. Не знаю, чем он там занимается, но точно не работай. Если вы не против, я прокомментирую вот этот случай, о чем он сейчас и говорит. Никогда, с тех пор, как я в Бессарабке родился и так далее, в социальных сетях я не писал против него ничего плохого. Никогда. То, что он сейчас начал рассказывать, вы сами слышали, что я что-то говорю и какие-то тролли. Если я содержу какой-то канал под анонимным аккаунтом, пожалуйста, докажи, докажи, что это я. Ведь в наше время, в 20 веке, в 21, я даже скажу, не так уж сложно выяснить IP-адрес, чтобы узнать откуда это и так далее. Если это я, Михаил Унтиила, по вашему мнению, или Агриппина Белокурова, докажите, почему вы сейчас только распространяете всякие вот эту ересь о том, что не касается нашего вопроса. И ни на один вопрос, который вам задал оператор, вы не ответили. Это о чем говорит? О вашей некомпетентности. Хочу еще сказать, вот к примеру, да, я извиняюсь в том, что как я разговариваю на русском языке, потому что мне на румынском легче. Я хочу, к примеру, то, что я понял, да, я выделил для себя пару законов, которые он нарушил. Не общение со мной, а вот как он именно к Дмитрию был. Буду сейчас на румынском продолжать. Да, по парелям я, минимум, сутен калкать древторы для Луи Дмитрию, дин Конституция Републики Молдова. Сейчас скажу, какие вообще артикулы. Артикулы 6, прежде чем 24, с 32. А с вами, где завосятся на Конституция Републики Молдова, сли читится. А мой хадис не темен кодол контрабисионал, а Република Молдова. Артикул 30 до 20. Абузул депутере, сау абузул диссервичу, кареланой сиклара и виденциатаич. Артикул 187 « ЖАФУ. А дикой сустраджера дискиса абонурилор алтю персоаня. Фин факт, что елся богат кумына, донсом Бузнашова, телефону елла сустрад, да? А сам межимом толкажав. Плюс ласта, та реклажа и евиденциала, кул Саудик у меня спуни. Ну и телефон у нас стал дым. Ну, хай, я коснусь ее. Ну что, сейчас не спуни о кувинте карьба. Хай спуним. Елла спусть фикс на фикс в интересе. Телефон не получит. Астей телефон на лог персонал, да? Моменталя сустраджерка жав. И он еще не спуни, ка. Якта, он ары 50 лет, са пеште 50 лет. Штукатся не ай, ка. Ка. И вообще, как Домитру са пермис, са спую тэ. Луи тэ. Вообще. Кума ша. Он еще образно ары, да? Континуем. А еще один артикул. Ка. Я очень интересен. Артикул 287. Холиганизм. Адик. Адик. Актиунели интенсионате. Ка. Ка. Ча целька. Гросолан орденя гумилина, пуBл�イка. Иぞ. Та есте, loc публик. Щи крак са ec Gerак радо. Орден публикие есть. Dinge. Энсоциите дя Пликаари bootsей асупра персованилор де EA. Аминентаре, Дымитария, 어плакаря осteri currency. В целом, раньше не было ни в древней вирусой, но когда был приемлем, что его были свидетели, что были некоторые жители. Он его не восприняли, но не знал. Хотя их были, не знали. Вы còn не умерли, хотя кто-то садится. Высокуйтесь. В древней вирусной области вирусовой области, но в институте, когда он был вирусом сибири, Код Пенал. То есть, сфак еще какой-то уголовной делой по Дансу. Как минимум, я бы сказал, что это будет коррект, что прокуратура у нас в Р. Молдово сессии автосессии. Не только, как, например, Дмитрий с Духа и с депой, если у нас прокуратура работает, как мы и говорим, и так, как мы говорим, а пласы и сингры, сфакат это дело, фэрэка сентри Дмитрий. Хотя, если вы уйтаете до прокуратуры, Дмитрий у нас не против, чтобы дать фишерили, которые они имеют, включительно и аудио, которые, в 5 минутах, даже, они уйдут, как он идет в Примарии, да, как он идет, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте продолжим. Все, что вы знаете, я могу сказать, что Примарь не имеет интерес, он понимает, что он понимает, что он не имеет правительства, поэтому он фуги от слова. В эти 18 минуты, которые у вас, у нас выясняет, он показывает, что он не хочет говорить. Но для того, что вы проехали, что вы говорите на этот публик, в интервью, в интервью, он специально фуги от слова, потому что он не говорит о правительстве. Но правительство, это мне. Я знаю и очень хорошо. Я хочу еще раз повторить. Давайте мы услышим, как наш Примарь именно говорит, как он общался с гражданином. Первое, как он сказал, «Ты кому тыкаешь?» Офигеть, да? «Ты идешь в Примарию, и вот так тебе Примарь, ты кому тыкаешь вообще? Что ты тут делаешь?» Другое, «Знаешь, сколько тебе лет ты?» «Знаешь, сколько лет тебе ты, да?» Третье, «Как двину тебе раз, здесь останешься лежать?» Ну да, Дмитрий будет там спать, конечно. Ты ему тыкнешь, или как ты сказала, двинешь, и он там останется, будет спать. «Хорошо, я тебя сейчас научу разговаривать». У нас, короче, Примары уже идут как в школе, можно сказать, в университетах, они учат, как разговаривать, чтобы вы понимали. Это входит в их обязанности. Мне это очень важно, конечно. Когда ты видишь от Примаря, который говорит, «Я себя сейчас научу разговаривать». Вот так вот. Да. Я очень хочу, чтобы Ион Чабан, Примар Кишинева, тоже научил бы меня разговаривать, а я не против. Так. Еще. Как он говорит там? Еще там слышно в Ауди, как реально на фоне, там девушка говорит, что типа, «Успокойтесь». То есть там какой-то экшен был. И я не могу, конечно, сказать им это. Ну, я не могу доверять прямо Дмитрию, что он говорит, что его били. Но я не могу, то есть, в этом не верить. Хотя то, что там девушка была и на заднем фоне сказала, что «Успокойтесь», это уже что-то реально значит. другое. Он, когда урвал телефон, да, там слышно, когда он взял телефон, там еще слышно, как Примар говорит, «Удали». Удали записи, да. То есть там уже реально слышно, что Примар понял, что его записывают. И все. Там все, яички упали. Меня записывают, удали. Что-то там уже не то, да? Примар-то наш. Кстати, если вы посмотрите это данное видео, я со всем уважением к вам отношусь, чтобы вы понимали. Я ко всем с уважением отношусь. Просто с вашей стороны, когда я вам позвонила, я хотел просто услышать ваши комментарии, но, к сожалению, я на данный комментарий, как я понимаю, ответа не получу, потому что, возможно, вы реально не правы. Но это мое сугубо мнение. И еще, как бы там сказали, «Телефон не получишь». Это... Я сейчас просто цитирую ваши слова. Прямо слово в слово, чтобы вы понимали. Я все это записала на листике, чтобы вы потом мне ничего не говорили, типа не предъявляли. Все у нас красиво сделано. И да, кстати, если вы сказали, что хотите пообщаться со мной, посмотреть мне в лицо, на мои глаза, чтобы вам не позволять сейчас посмотреть, вот в прямом эфире. Ну да. Ладно. Рассказывай еще. Я, вот как он выразился, что он хочет, господин примар, встретиться еще раз. Я буду не против. Пожалуйста. Правда на мне. Я не боюсь. Я буду доказывать свою правоту, потому что я знаю, действительно, как все это произошло. Чтобы вы понимали, когда я собирался уходить, как я и рассказывал ранее, я просто вытащил телефон, он это увидел. И он напрыгнулся на меня, упер меня в стенку и забрал телефон. После чего просил женщину, которая работает в Доме культуры, удалить все это? Что у него не вышло? Женщина не знала, что у меня есть второй телефон, где я сам записывал это. Второй телефон. А это было на всякий случай. Я опять повторю. Я не знаю, что со мной может произойти в примарии. Я пока сколько живу, и с тех пор, как начался этот конфликт и негатив со стороны примара в мой адрес, он с того момента начал, скажем так, на каждом углу, где он меня видел, на каждом, где я проходил. С того момента, после этого инцидента или раньше? Раньше, даже 2-3 года назад тому, когда он просто за ни за что начал меня оскорблять. Так он, кстати, вот ты не понимал, да? Примара оскорбляет гражданина, да, к Дмитрия. Хотя он говорит, что я тебе научу разговаривать. Может, он с оскорблениями так хочет его разговаривать, я так не пойму. Самое интересное, он сам говорит, что он старше нас, да? Вот, к примеру, нас двоих, я даже думаю, что если взять наш возраст и объединить, я думаю, что мы будем наложить ему. Но он, вот, если вырос в Советском Союзе, у него вот такой лексикон общения, то есть, он нас научен-то разговаривать. Я тоже возьму это, к примеру, видео. И по его словам, типа, я являюсь не культурным, я не воспитанный. Откуда вы знаете? Вы просто так относитесь ко мне, поэтому вы так и видите мою агрессию в ваш адрес. И то, что я отвечаю вам так. Но вы сами так относитесь. Как говорится, какой привет, такой ответ. Не я вас дернул. Вы меня начали за ни за что просто так, скажем так, оскорблять, унижать публично. И именно унижать. И как я говорил, почему я начал все записывать, когда шел в премарию? Именно потому, что, когда я был в премарию, но у меня тогда не было ни аудиозаписи, ни камеры, тоже регистрировал запросы. Но тогда у нас зампримар начал меня обзывать и мотекать. А как бы я доказал, что он мотекал? Как? Вот скажите мне. Только через аудиозапись, обезопасивая себя. Что я и сделал. Дима нам в комментариях написали, где-то реально таблетки забыл принять. Чисто. Ну это я уже понял, кто. Короче, что любят вам еще сказать. Конечно, ситуация с одной стороны смешная, а с другой грустная. Потому что Дима у нас инвалид. Вот реально вот примар показывает, как надо обращаться к инвалидам, как нужно с ними разговаривать, и у нас учатся жизни. Что еще я могу дополнить к данному? В принципе, я не знаю, ты хочешь вообще еще live с ним? Я не против. Ты не против? Я не против. Ты хочешь крови? В смысле крови? Нет, я хочу правду. Правда просто мы знаем. Тут просто некуда дополнять. Тут и так известно, конечно. Для меня лично, мое мнение, что тут и так известно. Просто некоторые люди, которые вот когда я выставил это видео, о том, что произошло, начали писать комментарии, что я это сделал принципиально или же специально. Ну я же объяснял. Я же не делал так специально. Я самозащищаюсь. Потому что я знаю этого уже человека. Но те, кто меня знают, они знают, что я добрый, при этом уважаю всех старших. Я никогда не буду относиться грубо к старшим. То, что примар так относится ко мне, у меня просто нет выхода. Что я буду получать с его адреса унижение и при этом молчать? Нет, я не такой. Ты можешь мне сказать, что твои родители берут об этом? Мои родители беспокоены тем, что случилось, так как неизвестно, что со мной в дальнейшем может произойти. Они беспокоены настолько, что они боятся за мою жизнь даже. Я как понимаю, примар всех знает. Сколько у вас вообще там нацеление? Примерно. Чтобы не солгать, где-то 15 тысяч людей. Может и меньше, я не знаю сейчас. Ну и короче, как ты думаешь вообще, многие люди боятся примара данного примара? Не знаю. Твои родители просто боятся за безопасность. Абсолютно верно. Ну это и правильно. Потому что они не знают, что со мной может произойти. Ну конечно, когда примар сам начинает бить, вот к примеру, не знаю, но хорошо не могу сказать, что он бить, но когда примар вот так разговаривает с обычным гражданином, да, и как мы еще поняли, примар позвонил в 112 и типа записал заявление. Хотя вот по телефону записать заявление. Я когда, вот когда я звоню, вот не могу пойти, ну вообще, ну вещь. Когда мне я звоню в полицию, да, к примеру, у нас у меня был один случай в Унике, но потом я расскажу как-нибудь. Я позвонил в полицию, они сказали, приходите к нам и пишите заявление. А тут у примара сразу по телефону заявление вот принимается. Вот мне очень интересно такое, да. Жалко, конечно, но не знаю. Ребят, если есть какие-то вопросы, не знаю, пишите. Мы еще пару минут можем. Ну что, испугался наш примар. Он за свои поступки всегда отвечает. Он нестаблив. Вот я хочу добавить. И то, что он говорит про меня, что я трогаю его семью, ну как я могу его трогать? Я что, статусный человек, социально, имею социальный статус какой-то, чтобы трогать? Я прям трогаю его семью? Ну это полный бред. В смысле, я трогаю. Кстати, это не знаешь, о чем вообще он? Нет, конечно. Даже вот этот... Нет, нет, он что-то говорит, что ты типа в фейсбуке что-то про его семью писал. Ну про это я могу сказать, что там есть какие-то анонимные аккаунты, которые... Нет, нет. Давай про анонимных, я могу сам сделать и что-то написать прямо. Мы говорим сейчас про твою именно страницу. Мою страницу? Ты что-то про него вообще что-то публиковал? Нет. Вообще никакой публикации? Никакой критики. Хорошо. Примар, ну давайте будем честны одним с другим. Вы по-любому посмотрите данный лайф. Это я знаю точно. К тому же я сказал, что Face TV, Face TV это крутая, конечно, телепередача, общественная телекомпания, конечно. Я знаю, что вы посмотрите. Мне интересно, откуда вы возьмете вообще вот эти ваши доводы, что он, данный парень, что-то про вашу семью сказал где-то на его страничке. И во-первых, когда я его матернул или послал, как он говорит нахуй, извиняюсь за выражение, я такого не говорил. Нет, подожди, подожди, чтобы он это сказал, но он должен как-то это показать, понимаешь? Пусть докажет. У нас в Републике Молдова есть артикул «До дешону» «Перезумь тебя не виноват сии». То есть если он хочет что-то доказать, что ты в чем-то виноват, он должен именно какие-то доказательства. Добыть материалы, чтобы доказать. Как ты его доказал, аудио, которое у тебя есть, это конкретно доказательство. И ему будет очень тяжело, конечно, что-то сделать. К тому же, ребят, повторяюсь, всегда записывайте, куда вы не пошли, в полицию. Я вот всегда записываю, когда иду в полицию, я тоже ставлю микрофон, как минимум, конечно. Там беспредель. Даже у нас в Кишневе я могу найти, где... Ну, это другая тема будет. Моё мнение сейчас таково, что сейчас даже небезопасно идти в примарию, потому что ты не знаешь, что с тобой может произойти. Тебя могут то послать, то побить. За ни за что. Вот позвольте спросить, за что меня побил примар, который, публичное лицо, выбран, как он говорит, жителями города? Как и зачем? За то, что я принес какое-то заявление, но я тыкал не ему. Я сказал, что ты обязан зарегистрировать. Я адресовал это секретарю, а не ему. Даже если бы было ему, он не имеет права так с собой общаться. Это в любом случае. То, что он считает, что он, к сожалению, старый человек. Может, ну, как всегда, у нас старый. Ну, как тут написали в комментариях, просто забыл таблетки принять, да. Может, успокоительные, может такие. Мы не знаем об этом, это останется секретом. Но... Домный примар... Рушение. Рушение делай. Не спаришь, а. Ребят, вот как... Вижу, что вы не пишите каких-то там, не знаю, вопросов. Я бы просто сейчас бы прямо, может, Диме дал бы. Я бы ответил. Я бы с радостью готов ответить. Потому что мы... Сколько я живу в этом городе, сколько я натерпелся. И в этот день, сам того не подозревая, просто, как обычно, включая аудиозапись, иду в примарию, и случилось то, что случилось. Кстати, а расскажи, вот, примар, сколько вообще? Ну, второй мандат у него? Да, он второй мандат. Один мандат и четыре года, да? Четыре года один мандат. А, хорошо. А, вообще, какие-то изменения видишь в городе? По моему мнению, нет. Нет никаких изменений. А в худшую сторону? Больше вероятно. Ага. Ребят, посмотрим. У нас еще, конечно, есть идея. Может, когда-нибудь поедем прямо, вот, мы пойдем туда, сделаем лайф. Что творится в этом городе? Может, пойдем в примарию даже. Может, поговорим с новым примаром. Посмотрят и моим лицом. О, кстати, может, тоже будет мне сказать, ты кому тыкаешь? Я сейчас научу со мной разговаривать. Как Дину тебе раз, здесь останешься лежать. Может, я там не должна остаться лежать. Только не забудьте включить аудиозапись и прийти в примарию, потому что вы не знаете, что с вами может случиться. Ну да, он еще возьмет телефон и скажет, что телефона не получишь. Не получит. Или украдет у вас телефон, как минимум. Эх, ребят, истина, правда, да. Пусть дома скажут об аналитическом отчете о работе примарея. Хорошо. Сколько нарушений. И да, их очень много, конечно, нарушений. И это очень жалко и печально. Что-то происходит в наши дни вообще и в Републике Молдова. Где, можно сказать, госпожа Маясанду, я думал, что она может что-то изменит. Но я думаю, что мне нужно было сделать свои дни, что это очень важно для того, чтобы вы делали очень многое. Что вам нужно делать после Городины примарией? Чтобы вы делали это, что мы должны быть угрозными. Но я не могу сказать, что на Урашу, да, в Ассарабянске. В Републике, если мы можем, что мы должны были очень многое дни, умело есть имфорция, умело функционируют, умело коммуникают по диспуску омени, кати дедичент, о, умело им ваться по омени с коммуникацией, о, пооте инкэш, кума, премару, по ной не ваться с волом телефоне в омени, да, в омени дин Бузнар, да, в омени дин Бузнар, ши паса диспуск на ной не торшем телефоне, да, если свочевать филосиста. Интересант, ну, премару, по ной с ней вецен зале инуастры, и с моим варсишник, но, а моему тэминти. Принципал, по стиле, остановитесь у вас слепее к моему способному комментарии. Бени, есть что-то еще сказать? Да, к примеру, я бы сказал, что вот наша организация, общественное объединение, Центр молодежных инициатив «Фидбэк», начиная с 2020 года до 2021 года, мы проводили мониторинг, мы доводили до людей, как работает аппарат «Примария». Там мы выявляли такие критерии, как прозрачность, работоспособность сайта, где мы после проекта мы сделали 500 буклетов, именно книжек таких красивых, и показали всем людям, смотрите, жители, как у нас работает аппарат «Примария», а если быть точнее, насколько она прозрачная. Что и повело в адрес наш, опять негатив со стороны «Примара». мы вроде ничего против него не делали, мы просто доводили до людей, как работает аппарат «Примария», тем самым, как о нас информируют жителей. Взять пример даже тех заседаний городского совета, где и когда вы слышали, что будет, скажем так, заседание городского совета. С тех пор, как мы начали реализовывать этот проект, мы сами уже начинаем вести первый раз лайв. Даже до того дня БАЗ-ТВ, единственное телевидение в городе Басарбяска, не вело прямой эфир. Все началось с нас. Мы начали двигать прямые эфиры, мы начали помогать советникам и «Примарии», чтобы она была более прозрачной. А в наш адрес такой негатив со стороны «Примара». Господин Мэр, хочу вот сейчас с вами на русском буду общаться, чтобы вы меня лучше поняли. Мы вот в команде, я и наша команда ФСС-ТВ, если вот мы будем держать, не знаю, связь с Дмитрием, если, не знаю, что-то случится с ним, вот по полиции там какие-то будут проблемы, какой-то беспредел, понимаете, если что-то там будет фальсификация какая-то эти, мы все это будем передавать по нашим телепередачам, по нашим прямым эфирам и будем это обсуждать. Так что, конечно, хотелось бы, чтобы я вам позвонил и сказал бы, может, вы хотите попросить прощения от Дмитрия, но по нашему общению я понял, что такого не будет пока что. Я вам больше скажу, вот даже сейчас вот в каком я ситуации, и как родители обеспокоены моим безопасностью, я не знаю, что со мной в дальнейшем может произойти. То меня могут где-то на углу побить, скажем так, или что хуже, типа, убить. Я могу с уверенностью сказать, если что-то со мной может произойти, и что-то даже плохое для моего здоровья, будьте уверены, уважаемые жители, это рук примара, потому что все началось именно от того, что я записал эту аудиозапись. И он именно сейчас более так негативно начал относиться ко мне. И еще, господин мэр, я хочу еще сказать, то, что вы подняли руку на инвалида, это вас очень сильно в моих глазах, вообще, вы спустились очень сильно в моих глазах, как минимум, и в глазах тех людей, которые будут знать с сегодняшнего дня данную ситуацию. Есть еще что-то говорить в конце? Я только обеспокоен о своем здоровье и о жизни, потому что я не знаю, что со мной может произойти. Я предупредил. Я думаю, что все будет нормально, потому что и примар понимает, что это все поймут, если что-то сейчас с Дмитрием случится, что это будет он виноват. Только и он, потому что тут никто не может. Ну, да. Я, кому я, скажем так, нужен? И хотелось, конечно, чтобы это дело дошло до суда, потому что и Дмитрий подал протокол заявления на мэра и мэр на него. Мне будет очень сильно интересно, чем это закончится. Вот только самое смешное, что мэр подал первым на меня, тем самым не зная об этой аудиозаписи. Я пока дошел до полиции, я же от полиции узнал, что он подал на меня заявление, и он не знал о аудиозаписи. А сейчас он совсем по-другому говорит, потому что он уже знает о аудиозаписи. Поэтому он и не хотел с вами, как говорится, вести диалог. Да. Хорошо, ребят, всем спасибо, что вы смотрели нашу передачу. Я очень рад, что мы были вместе. Очень рад, что кто-то писал нам в комментариях. Это очень нам сильно помогает. Не знаю, вот про таблетки мне не понравилось, я и начал смеяться. Конечно, в данной ситуации это тяжело делать. Будем продолжать и будем, не знаю, поддерживать контакт с Дмитрием и будем вас каждый день, не знаю, если будут какие-то изменения, освещать данную проблему, как получится. Про прямой эфир с данным мэром, я не знаю. Мне не очень хочется с ним вообще что-то делать, потому что по разговору видно, что для меня он неадекватный. Это личное мое мнение. Мне не понравилось, как он у себя позволяет. То, что он старше меня, это ему ничего не дает, не знаю, разрешение, как со мной общаться. И то, что даже я, если бы тыкал на него, это не то, что неуважительно к нему. Да, он старше меня, но он меня, не знаю, он вообще ничего не делал в мою сторону. То есть я сам буду решать в своей жизни с кем я и как общаться с ними. И создавать семьи тем более. Да. Он тем более говорил о вашей семье. И к тому же, когда он говорил, у тебя есть дети, какая разница, есть у меня дети или нет. То есть если у меня детей нет, то что-то плохое про тебя либо хорошее не могу говорить. Я вопросы задал. А при чем тут дети к нашему вопросу? Вот зачем поднимать тему про ваших детей, скажем так, или про моих? Понимаешь, вот мое мнение, то что у нас данный человек живет по понятиям. То есть у него такие понятия, как вот в Советском Союзе. Если он старше, то он всегда прав. И если у тебя детей нет, то все, ты, короче, не человек. И твое мнение никого типа не интересует. Хотя я бы сказала, потому что сейчас надо все менять. Мне кажется, молодежь сейчас должна в политику вообще заходить и в примарию. Потому что я могу так сказать, что старый дед, который стоит сейчас в примарию, и который там беспределит. Это мое сугубо мнение. Ну я скажу так. Я, конечно, ничего против старшего поколения не имею. Я, наоборот, их учту и уважаю. Потому что они, во-первых, прожили дольше. А чем больше опыт, это, наоборот, хорошо говорить о тебе. Я согласен с тобой. Но когда он общается вот в такой манере, как он себе позволил... Ну это, видимо... Это сразу неуважение к гражданинам. Видимо, это другой совсем человек. Да, такой человек вообще в примарию и вообще куда-то в органах. Нет, чтобы вы понимали просто, к чему я веду. Что-то не против то, что он старый. Нет, я не против, что он старше меня. Или еще что он... Да, он опытнее меня. Да, он старше. Но это не означает, что он может быть умнее меня. Ну да, это понятно. Вот к чему я веду. То, что он, скажем так, начал говорить, что я тыкал ему или что-то грубое сказал. Ну так ты скажешь, ты же старший. Придай пример молодежи. Зачем ты начинаешь нападать на молодежь, тем самым учив ее, как нужно себя вести в дальнейшем. Это же такое обучение с твоей стороны, что ты обучаешь нас вести себя так перед другими. Хорошо, Дмитрий. Всем спасибо, что вы смотрели. И пока. Пока-пока. Я сумел нападать на новой psychiatric нарыв. Ставший зайдет, заслужительная отельсия этого огнажиля. И иначе, двеiek. Но чем я подумал...